Добро пожаловать на YouTube-канал Сергея Любарского. Вчера на меня вышел один из ведущих журналистов Украины, Александр Шелест. По-настоящему профессиональный журналист. Мы с ним провели практически час в очень приятной для меня интересной беседе. Я выкладываю здесь, в описании к этому видео, ссылку на его интервью. Предлагаю всем моим зрителям и слушателям и подписчикам, которые еще это не смотрели, посмотреть. Интервью получилось очень хорошее. А от себя хочу добавить, что Александр действительно по-настоящему высокий профессионал. Вот за всю нашу беседу, а касались мы достаточно серьезных и закрытых тем о ленд-лизе, о поставках оружия. Вот он веял себя так, что мне было абсолютно непонятно. Не то, что мне это было нужно. Нет, абсолютно не нужно. Его личная позиция. То есть он умел построить интервью так, что его позиция – это была его позиция. А его интересовала моя позиция. Он задавал непровокационные, но существенно важные вопросы. Это признак умелого журналиста. Я уверен, что у него прекрасное будущее. Еще раз ссылочка в этом описании. Кому интересно, кто не видел, пожалуйста, посмотрите. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что мне кажется наиболее важным. Это важнее, чем поставки оружия. Это важнее, чем ленд-лиз. Это важнее, чем… Это самое главное, о чем, наверное, стоит говорить. Я говорю о цене на нефть. Я говорю о цене на нефть, потому что нефть и газ, как производная, это все энергоресурсы. Это то, что дает деньги Путиновской империи, лично Путину, продолжать эту войну. Запад, ну, не секрет, все об этом знают, присылает гораздо больше денег Путину, покупая его, естественно, энергоносители, чем Украину. Мы все это знаем, правильно? Себестоимость нефти где-то в районе российской нефти, в районе 35-40 долларов за бочку. Соответственно, если цена на нефть, ну, скажем, 50, а мы примем за какую-то отправную базу себестоимость за 40, то Путин с каждой пройденной бочки получает 50 долларов прибыли. Это достаточно, чтобы содержать его дворцы, другие игрушки, платить за какую-то армию, но этого совершенно недостаточно, чтобы вести войну. При цене на нефть 50 долларов война принципиально невозможна. Война возможна, когда цена на нефть растет за 70-75 и подбирается к 100 и перешагивает выше 100 долларов. То есть, вот это та секретная формула, та формула войны, которая позволяет Путину вести свою агрессивную войну, и, соответственно, и лишь потому, что нефть очень дорогая, погибают украинские солдаты, погибают украинские дети, погибают украинские женщины. Если каким-то образом, мгновением палочки, мы сбросим цену на нефть до 50 долларов, ну, не в одночасье, не в одну секунду, но эта война скоро закончится. У Путина не будет денег тратить на войну, у него будут совершенно другие жизненные проблемы. Поэтому, прежде чем мы будем говорить о ленд-лизе, прежде чем будем говорить о количестве хаймарсов, прежде чем будем говорить о ПВО, нужно неустанно и всегда говорить об одном, об одном и том же, что мешает коллективному Западу или коллективному Востоку, что мешает сбросить цену до того, где они были еще два года назад. До ковида цены на нефть были в районе 50-55, и при таких ценах на нефть война была бы невозможна, и, соответственно, была невозможна, и, соответственно, ее и не было. Украинцы жили счастливо и мирно, потому что была дешевая нефть. Когда нефть достигает 100 долларов, там 50 долларов прибыли, с каждой бочки существуют миллиарды долларов, которые позволяют России и ее диктатору развязать эту страшную войну. Давайте зададим себе простой и естественный вопрос. А почему, собственно, нефть должна быть по 100 долларов? Какой вы еще знаете продукт, хоть компьютеры, хоть автомобили, у которых есть стопроцентная прибыль? Виной этой высокой прибыли или ее залогом, этой высокой прибыли является ОПЕК. Страны соединились вместе, все нефтедобывающие страны передней Азии соединились вместе. Сейчас называется ОПЕК-ПЛАС, туда входит Россия. ПЛАС – это Россия. Им выгоднее производить меньше нефти за большую сумму, за бочку, нежели больше нефти за меньшую сумму, за бочки. Это естественное, логическое и понятное поведение любого монополиста. Вот они практически монопольный картель, так они называются, монопольный картель. И они производят как можно меньше за как можно большую сумму. Следствием этого поведения, непреднамеренно причем, то есть Судовская Аравия не хотела разжигать войну в Украине. И является то, что у Путина есть много сотен миллиардов, которые он решил потратить на уничтожение украинских детей и женщин. Вот такая простая связь. Почему это случилось только сейчас? Почему еще три года назад, еще два года назад до ковида нефть была в районе 50-505? Потому что Америка выполняла роль своеобразного подрывного клапана. То есть Америка производила нефть и продавала на рынке, не следуя квотам ОПЕКа. Поэтому все, что недопроизводил ОПЕК, производила Америка. Производила так лихо, что стала первым производителем нефти в мире. Да. До ковида и в начале ковида Америка стала первым и главным производителем нефти в мире, опережая Судовскую Аравию и опережая Россию. И так как Америка показала свое постоянное, неуклонное намерение производить все больше и больше, и больше, и больше, то пределом стала себестоимость американской нефти, которая как раз была где-то в районе 40-45 долларов, соответственно, американскому производителю нужен прибыль, соответственно, себестоимость нефти в районе, там, продажная цена нефти в районе 50-55 их полностью устраивала, и они подрывали монополистический сговор нефтедобывающих стран, принадлежащих АПК. Сейчас к власти пришли политические силы, которые борются с добычей нефти и газом, борются совершенно четко, вот перевариваем график, и вы видите, что добыча нефти в Америке непрерывно растет, достигает 13 миллионов бочек в день, потом в ковид, естественно, падает до практически 10 миллионов, выходит из ковида, и сейчас добыча нефти в Америке где-то в районе 12 миллионов бочек в день, там где-то 11,5-12, при пике до ковида 13-100, то есть 13 миллионов 100 тысяч бочек в день. То есть Америка производит на 100 миллионов бочек, на 1 миллион бочек в день меньше, чем до ковида. При том, что потребление, мировое потребление с тех пор, прошло уже почти два года, выросло примерно на 2%. То есть мировое потребление выросло на 2%, Америка производит где-то на 1% меньше в мировом масштабе. То есть Америка перестала выполнять функцию вот того клапана, функцию той подрывающей силы, которая подрывала ОПЕК. Америка стала импортером нефти, вместо экспортера нефти, это принципиально важно. То есть, соответственно, Америка производит ровно столько, чтобы обеспечить себя и чуть-чуть докупает. Америка не представляет никакой угрозы, она не собирается экспортировать нефть в Европу или в другие страны. Соответственно, ОПЕК может подниматься на как он хочет, что он только что и сделал. А почему Америка перестала производить столько нефти, сколько она производила до ковида? Ответ на это простой, это тот конандрум, это та странная позиция, куда попала практически все социал-демократические партии, как в Европе, так и в Америке. Ну, скажем, с момента Греты Тумберг. То есть, с одной стороны, они говорят, что выхлопы нефти, то есть, СО2, результаты производства нефти, это то, что загрязняет атмосферу в виде глобального потепления, и это нужно сокращать. С другой стороны, они говорят, что нужно делать зеленую энергетику, но при этом все эти ветряки и все эти батареи, все это не работает пока еще, может, когда заработает, но пока так вопрос не стоит. И они попали вот в эту странную трещину, то есть, старая энергетика уже заканчивается. Почему она заканчивается? Потому что инвесторы не хотят вкладывать деньги в устаревшие технологии. То есть, никто не хочет быть инвестором, который вложил последний доллар в машинку по пишущих машинок. То есть, зная, что идут компьютеры, никто не хочет инвестировать в пишущие машинки, правильно? То есть, предполагая, что завтра будет компьютер, хотите ли вы потратить деньги на фабрику пишущих машинок? Нет, не хотите. Зная, что идут автомобили, хотите ли вы положить деньги в производство хомутов? Нет, не хотите. Вот так и здесь. Инвесторам объяснили, что добыча нефти – это вчерашний день. Инвесторы совершенно не хотят вкладывать в это деньги. В мировом объеме инвестиции в нефть и газ упали практически на 40% за правительство Обамы. Инвестор ведет себя так, как должен вести себя любой инвестор. Он минимизирует свои риски. Поэтому инвестиции упали, соответственно, продажа и добыча упала, соответственно, цена растет, соответственно, повышенная цена приводит к распоявшимся диктаторам, которые делают, что хотят. Теперь, я надеюсь, я объяснил. То есть, я хочу, чтобы все мои украинские слушатели понимали простую вещь. Каждый раз вы слушаете все невинные разговоры о глобальном потеплении, о зеленой энергетике, о зеленом переходе. Это означает, что на вас будут падать бомбы, что на вас будут лететь шахиды, что люди, которые воюют сейчас, самая гордость нации, которая воюет сейчас, защищая Украину, будут погибать. И это не зависит от количества оружия, которое поставит или не поставит Америка. Дай Бог поставит. Самый простой способ остановить войну, прекратить нести разговоры, чуть не сказал слово чушь. То есть, прекратить разговоры о глобальном потеплении и дать возможность рынку, американскому в том числе, произвести столько нефти, сколько рынок готов потребить. Почему это чушь? У меня есть прямое, очевидное доказательство. Если глобальное потепление реально, и это такая огромная угроза планете, тогда случилось чудо, тогда все замечательно. Тогда немцы, европейцы, французы, американцы должны подкрутить термостатики, должны ходить по дому в фуфаечках, одеть чепчики, зимой у них будет 10-13 градусов тепла, прекратить ездить в отпуск на автомобилях, никаких поездок в Альпы покататься на лыжах, никаких полетов на самолет на окончание школы или окончание института своих детей, отменить все вот это, сидите по домам, экономьте электроэнергию, и тогда будет очень мало производиться СО2. Не это ли хотели сторонники глобального потепления? Вы же этого хотели, вы это получили. Что же вам так не нравится результат вашей активности? Вы же за это так боролись. А не нравится результат, потому что это больно бьет по пролетариату. Люди привыкли ездить кататься на лыжах в Альпы, люди привыкли ездить в отпуска на машинах, люди привыкли лететь самолетом к тете Салой на день рождения. И когда у них забирают привычные им блага, народ перестает голосовать за те самые партии, которые навязывают им дорогую нефть и газ. И поэтому в социалистической демократической партии попадают то, что у нас называется конандрум. Они хотят понизить нефть, добычу нефти, но не могут, потому что хотят, чтобы их избирали. Вот такая у нас получается петрушка. И пока они пытаются разобраться со своими ощущениями, идет добыча нефти в недоразвитых странах. Как то? Саудовская Аравия, там, простите, во главе страны, демократическая избранная, там монархия. Кто еще у нас большой производитель? Россия. Ну, что такое Россия, мы понимаем. Это фашистский диктатор. Где у нас еще большая добыча нефти? В Ираке, в Венесуэле и так далее. А вот в Канаде добычи нефти не происходит. Канада после Венесуэлы вторая страна мира по запасам нефти, а добычи там не происходит. Канада социально-демократическая страна, она не хочет добывать нефть для всего мира. Ей достаточно то, что она добывает сама, а для мира она производить этого не хочет. Поэтому в результате вот этого вот странного конандрума, не хотим производить, но хотим, чтобы нас избирали, поэтому мы будем покупать у арабов. В результате вот этого конандрума погибают украинцы. Я надеюсь, я объяснил вот простую логическую связь, но у меня есть хорошая новость. Если это можно назвать хорошей новостью, мир въезжает в рецессию. Мир въезжает в рецессию. Китай только что засекретил свои данные роста экономики, чего с ним не случалось последние 20 лет. Нет хорошей жизни они засекретили во время своего съезда партии. Америка уже два квартала наблюдает отрицательный рост экономики, то есть падение экономики. В Европе примерно то же самое, то есть мир въезжает в экономическую стагфлейшн, то есть падение экономики при росте цен. То есть это стагнация с инфляцией, стагфлейшн. В этой ситуации, когда пройдет первый всплеск экономической активности, он будет продолжаться еще примерно 5-6 месяцев. Это результат то, что называется инфляционал фивр, то есть инфляционная горячка. То есть голову этому курицу отрубили, а она еще бежит, бежит, не понимая, что головы еще нет. То есть еще продолжается деловая активность, потому что кажется, что денег много. И вот эти вот напечатанные деньги горячат кровь производителя, то есть им кажется, что они зарабатывают деньги, только они еще не поняли, что эти деньги весят меньше. Они это, по-моему, в течение 5-6 месяцев, после чего мир войдет в существенную рецессию. Насколько существенную, посмотрим. По моим оценкам, это будет как минимум 2008 год, если не хуже. Ну и, соответственно, в любой рецессии падает цена на сырье, потому что сырья нужно меньше, в том числе падает цена на энергоносители. Это именно поэтому Саудовская Аравия и ОПЕК приемтивли, то есть заранее сбросили цены, свою добычу, ожидая вот этой самой рецессии. И когда и если это произойдет, то цена на нефть упадет сама по себе, без всякого вмешательства экономика и бизнес отыграет свой цикл. И тогда у Путина будет меньше денег, и тогда у Путина будет меньше желания продолжать эту войну. Я надеюсь, что я объяснил то самое главное, о чем нужно сфокусироваться, то самое главное, о чем нужно следить. Вот так как надо следить за поставками оружия, так нужно следить за объемами производства и себестоимостью, вернее, продажной стоимостью нефти на международных рынках. Это тот сук, на котором сидит Владимир Владимирович Путин. Если этот сук срубить, если разбить это яйцо и сломать эту иглу, то война закончится. Благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok